Привет, зритель! Сей ролик будет посвящён обзору подарков на гендерный день. День прав женщин или что-то такое. Я ещё хотела предысторию посчитать в интернете, но честно, я как-то это... То есть я пятая, десятая, и вообще я сегодня планировала другие дела, но вот как-то у меня не сложилось. Поэтому я решила тупо записать. Так как это у нас день за права женщин. Бывший уже день, потому что сегодня у нас уже одиннадцатая. Восьмое марта. У меня ещё на днях в голове стишок такой крутился, который в детстве... Ну, наверное, всех детей заставляют учить. Иначе дети бы по собственному желанию это не учили ещё до того, как они там что-то читать писать или уже немножко уметь это делать. Короче, когда в детстве заставляли вас что-то там читать, заучивать наизусть какие-то стишки. Подарки у меня в основном исключительно бытовушно нужные. И частично именно то, что я хотела. Ну, допустим, я хотела... У меня подружка там как-то написала мне, типа... Ну, типа с восьмой марта, то есть всё, что тебе надо. Я говорю, что тебе надо. Она сказала, что ей надо. Тише, зачем ты системник нюхаешь, а? Он вообще несъедобный. Там даже запаха не должно быть какого-то такого, который ты бы ел. Ну, а мне надо было тупо прихватки, которые как рукавички. Я, конечно, вот представляла себе немножко иное изображение прихваток рукавичек. Ну, вот... Они, конечно, прихватки рукавички. У меня были похожие, но они были похожие. Она была всё-таки горячая не очень. А тут более такая плотная штука и горячая можно взять. В общем, как сказала моя подружка, лягушонок какой-то там... Упаковки у меня уже нет, но там был какой-то крокодильчик. В общем, крокодильчик, либо лягушонок. Вот такие две прихватки. На, ещё я говорю, мне, говорю, прихватку надо. Но я, говорит, подумала, вдруг тебе двумя руками прихватывать. И, в общем, у меня здесь две прихватки. Тут такие вот, типа, как зубчики. В общем, две прихватки. Совершенно нужный для гендерного дня подарок. Так. У меня была печаль, грусть. Была у меня зелёненькая такая... Простыня, как её называют? Это скотирочка на стол простыня достала. Скотирочка на стол, кстати, вспомнила, что надо мне постирать белишком. Машинку запустить, вещички постирать. Короче говоря, была у меня простыня на стол, и она приказала долго жить. И вот практически похожая, но другого совершенно качества. Очень хорошая. Скотирочка. У меня кухонный стол, мне вот донорилась. Тётей моей. Я доволен. Она такая вот эта, в общем. Ну, короче, она не тряпочная. Не знаю, как эта тряпка называется, забыла. Короче, вот тут даже прошита вот эта вот фигня. У меня-то тупо была приклеена, отсобачилась сразу. Ещё благодаря коту. В общем, красивая, зелёненькая. Скотирочка. Я её потом обратно в пакетик зафигачу. А может, уберусь как-нибудь на кухне и сменю... Простыню эту... Ту, которая у меня там есть сейчас, на вот эту. Так. Потом. Были у нас тут родственники и задарили мне в честь гендерного дня шоколадку. Крупская белочка, молочный шоколад с цельным лесным орехом 100 грамм. В общем, вот у меня тут есть шоколадка. Наверное, это... В общем, у дедушки был брат, два младших брата. Один совсем младший, другой не очень младший. И, в общем, это дядя не по той линии, который того дедушки. Ну, дедушкиного брата, а другого дедушки. Ну, короче, дедушкин племянник, но от другого брата. Вот там был один такой дедушка, который, я помню, когда мелкая была, он стабильно покупал шоколад исключительно русского изготовления. И иногда попадал, конечно, вот тогда уже попадались такие шоколадки. Как бы развод. Пишут-то всё по-русски, но сделано-то хрен знает где. Ну, в общем, тут-то у нас сделано в России. И просто вспомнила такая ассоциация. Вот. Шоколад от родственников. А ещё замечательная чайная пара. Таких у меня ещё не было. Хотя чашек вообще у меня дофига чашек. Но вот таких чашек у меня ещё не было. В общем, вот там блюдечко. Вообще у меня есть чайная пара, но там такое, в общем, чайная пара эгоист, по-моему, она называлась. Мне мамина подруга дарила в каком-то году. У меня это блюдечко вон там стоит, вот в этой стенке. А чашечкой я периодически у ней чайчик пью, когда стримлю. Или так вообще. Ну, короче, юзаю я её. А тут конкретно такое блюдечко-чашечко. Вот так именно такого у меня. Вообще когда-то что-то было, но скорее всего уже не дожила. В этой квартире уже такого ещё не было. В общем, у меня голубенькое блюдечко. И голубенькая чашечка. И чтобы уж не грустно было пить этот чай из чашечки или кофе или ещё что-то, мне задарили ещё и шоколадку. По-моему, такой шоколад я видела похожий. Вот именно такой не помню, пробовала или нет, но похожий шоколад. И вроде даже этой фирмы я покупала. Там вот зелёненькая бумажка здесь была. Там типа молочный с солью и с чем-то ещё. И морской капустой или какой-то требухой. Короче, с солью молочный шоколад. Вот с такой же вот фигнёй, только на зелёный фон. В красно-белом я такие видела года два или три назад. Тут у нас шоколад 100 грамм. Где тут по-русски-то было? Тёмный шоколад с апельсиновой цедрой. По-моему, это Фуранция. Вообще, где она тут? Импортер Черябинская область. А кто делал это? Да, а делала Франция. В общем, вот такая вот шоколадка Франция. Теперь у меня две шоколадки есть. В общем, такие пироги. Бытовушные подарки. Вообще, я считаю, что на 8 марта женщина-женщине или женщинам надо дарить именно вот что-то такое, отмечающее их права женщины, права голоса, права быть человеком, а не какой-то там, не знаю кем, вещью. Так что, ну, это моё мнение. Ваше может быть другим. Всем спасибо, кто осилю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok